Если окружной конкурс для учителей событие экстраординарное, то для городских школ начался учебный год в штатном режиме с учетом требований санитарной безопасности, в том числе и в организации питания учеников. Для посещения столовых разработан специальный график. Каждый класс питается согласно отведенному ему времени. По-прежнему бесплатно кормят учащихся с 1 по 4 классы и детей льготных категорий. Младших школьников, обучающихся в первую смену, ждет бесплатный горячий завтрак. Для тех, кто садится за парты во второй половине дня, обед. Репортаж Ирины Балкитиной. Рабочий день школьного повара начинается рано. Все зависит от первого завтрака. В пятой школе он в половине девятого. Чтобы накормить детей вовремя, сотрудники столовой приходят на работу в 6 утра. Первым делом нужно сделать заготовки для блюд. Меню формируется заранее. Они точно знают, что будут готовить для каждого класса. Учебный год мы начали хорошо. Мы полностью готовы к нашей эпидобстановке. У нас все функционирует, все обрабатывается. Все как положено по Санпину. Качество продуктов у нас хорошее. Поставка у нас еженедельная. Дети у нас питаются все по графику. То есть каждый класс приходит в соответствии с расписанием. Топотворения в столовой у нас нет. Раздельное питание классов – новые санитарные требования. Например, в 10-15 приходят первоклассники. У них на обед сегодня суп, картофельное пюре с рыбной котлетой, огурец, хлебобулочные изделия и компот. Через четверть часа завтракают ученики четвертых классов. В меню какао, хлеб, масло, яйца. Главное блюдо – рисовая каша. Оно похоже очень, как мама готовит, и бабушка тоже. Ну, мне очень нравится рисовая, потому что она еще больше полезная. По-домашнему, можно сказать. Она очень вкусная и полезная. Вкусно всегда, когда готовят в столовой. Ну, тут все время вкусняшки дают. Нет ни одного того, что невкусное. Тут все вкусно. Я с удовольствием каждый раз выхожу в столовую решение. Меню разработано в школьном питании в двух возрастных категориях. Это от 7 до 11 лет и с 11 до 17 лет. Почему? Потому что это немножко разная калорийность и набор белков, жиров и углеводов. В этом году меню утверждено, подписано, несмотря на то, что были с этим сложности, потому что дистанционный был режим работы у людей. Но, тем не менее, все сделано вовремя. Полноценный обед у четвероклассников будет через час, и они вновь придут в столовую. Каждый день в пятой школе кормят порядка 300 учащихся. Для многих из них питание бесплатно. Это школьники младших классов и дети льготных категорий. Дети на Крайнем Севере у нас практически два десятилетия уже питаются бесплатно первые и четвертые классы. Поэтому существенно, конечно же, ничего не изменилось. Дети питаются за счет средств муниципального бюджета. Все эти категории, в том числе дети первых и четвертых классов, у нас утверждены решением городской думы. Есть постановление о порядке организации горячего питания. Если есть какие-то вопросы, сейчас открыта горячая линия и федеральная. Тоже информация размещена на всех сайтах и школ, и управлении образованием. И в управлении образованием это телефон 237-67. В каждой школе и в нашей тоже есть ответственность за питание и заместитель директора, курирующий эту работу. Поэтому при возникновении каких-то вопросов родители могут обращаться. Мы все поясним и расскажем. Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения. Важно не только вкусно, но и качественно накормить детей. Вот повара пятой школы и приходят на работу в 6 утра, чтобы приготовить аппетитные и полезные блюда в достаточном количестве.